Учитель должен быть интересным. Если педагогике можно обучить, то быть любознательным задача самого человека. Этой идеей пропитаны все мероприятия первого всероссийского педагогического марафона, организованного Алтайским педвузом. 120 студентов со всей России и даже Казахстана изучают, что сегодня требуется от учителя. Нужно знать новые современные тенденции организации учебно-воспитательного процесса в школе, в детском саду и в университете. Это требования и веяния современного мира, а педагог работает всегда с опережением на шаг вперед для того, чтобы опять же быть актуальным и интересным детям. В марафоне несколько десятков этапов – интеллектуальные, творческие, игровые. От участников требуется знание не только методики преподавания, но и современной кинематографии, эстрады, литературы, чтобы не вставать от детей. Все это отражается на подходах к обучению. Они понимают, что получать образование можно интересным путем, не только классическим, которые в школе им образно говорят, что этот урок мы записываем в тетрадку. Нет, можно получать разными способами. Просто главное – учиться. Мы, может быть, более традиционно подходим, более, может быть, переживаем или используем какие-то традиционные формы. А ребята, они смелые, они креативные, они берут авторские техники, методики, не боятся решать вопросы как-то нестандартно с родителями. Внимание будущих педагогов направляют не просто на ребенка, а на его семью. При работе с детьми это затрагивает уже более широкие вопросы. Современные ученики берутся за проблемы, выходящие за рамки своего класса или даже школы. Кому-то очень нравится создавать проекты. Вот сейчас в школах очень популярны проекты, во всех школах. И некоторым преподавателям это очень нравится, заниматься и детям делать проекты, потому что некоторые проекты, они очень значимы. Про экологию, про… сейчас не вспомню еще какие-то… даже вот у меня в школе были экономические проекты. Да, вот настолько дети хотят серьезные темы брать. Марафон продлится три дня. Организаторы уверены, что лучшим его результатом будут дружба между студентами из разных городов и мотивация работать по профессии после выпуска. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.